Здарова, котины! У нас с вами Великобритания с авиацией. Только с авиацией, и мы пытаемся с помощью этого побеждать и вносить немалый вклад. 36%, если же смотреть битвы чисто с немцами, то вообще 67, почти 20 тысяч очков мы набрали чисто на уничтожение вражеских самолетов. Пора уже переходить на стратегическую бомбардировку. И с помощью нее тоже повышать свой вклад. Я немножко здесь авиацию распределил, также назначил у нас тут, смотри, асов у нас их очень много. Особенно, кстати, на истребителе. Ну, увидите просто это количество, не прикрепленные еще, и сколько здесь уже назначенных, посмотрите. Сколько асов мы с вами наловили-то за это время. А, а, как вам, да? На бомбардировщики, на истребители, все как надо. Естественно, мои максимально раскаченные за это время по авиации, видишь, 11 уровень, 7 уровень. Нам бы еще корабли до 11, и здесь до 11 довести, и можно будет даже взять ачивку, чтобы все три основные в эпошке были 10 плюс уровня. Ну, а так, нам надо теперь дожидаться, пока Советы окончательно остановят немцев. Я надеюсь, что дальше они тут их не пустят. Начнут контратаку, а также американцы начнут высаживаться и творить красоту. Я ведь могу помогать только авиацией, несмотря на то, что у нас с вами уже у всех этих правительств изгнание, можем ими воспользоваться, но нет. Ограничения не дает. Поэтому просто отыграем через авиацию, через штурмовики, тактические бомберы и истребители. Это наша основа. Желаю вам всем приятного просмотра, усаживайтесь поудобнее. Если вдруг не видели первую часть, то советую заценить, чтобы понять, как мы до этого дошли. По поводу же шаблонов были вопросы. Я говорю сразу же, они не идеальные, но можете посмотреть, что у меня есть. Это у меня истребитель с упором небольшой на дальность. На воздушную атаку маневренность и небольшая защита здесь есть. Корпус среднего самолета вот. Я очень большую защиту ему дал, маневренность оставил. По поводу стратегической моббардировки 25 единиц, как по мне, достаточно. Ну и, конечно же, штурмовик. Он тут самый такой простенький, без особых изысков. Просто на авиаштурмовую атаку маневренность вообще никакой нет. Поэтому, скорее всего, в битвах, когда он помогает пехоте, активно сбивается. Ну и не страшно, это все равно не наша основа. Зато он неплох в авиаштурмовой атаке и может даже помогать нашим тактическим бомберам. Естественно, если у вас есть какие-то свои советы по самолетам, то оставляйте. Я в них не спец, это так, лишь мелочь, которую я сделал. А если у вас есть прям годные-годные советы, то пишите. Думаю, мне и другим зрителям они пригодятся. И надеюсь, вы не забыли, что уже скоро начинается осенняя распродажа в Steam. Это самая выгодная пора для покупок игр и дополнений. Ведь скидки будут доходить до 80%. Через Steam сейчас сложно купить игру, но у меня для вас есть решение. Это Steam Купи Код. Здесь вы можете легко и быстро пополнить свой баланс Steam. Само пополнение происходит просто быстро, дешево и безопасно. Вам нужно ввести свой логин от Steam, ввести мой промокод, который указан на экране, применить его и нажать оплатить. Сам сервис у вас не запрашивает никаких паролей от аккаунта или других данных, только логин. Поэтому за безопасность аккаунта можете не переживать. Плюсом у них появился второй вариант пополнения с помощью скинов. Здесь уже пополнение возможно вообще без комиссии. Притом пополнение скинами через Купи Код это не только самое выгодное предложение на рынке, но и самое безопасное, так как для этого нужна будет только трейд ссылка. Еще есть приятных фишек. Можно авторизироваться с помощью телеграма или вк и получить 50 бонусных рублей. А если ты уже зарегистрирован, то действует постоянный кэшбэк на каждое пополнение. Ну и если у вас вдруг есть казахский аккаунт из Steam, то можно просто нажать на кнопку на сайте и пополнить свой казахский аккаунт в Тенге, в чем вам поможет удобный калькулятор, который считает за вас по актуальному курсу. Ну и также в конкурсе поучаствуйте. Здесь разыгрывается 3 победителя, которым подарят 3 игры, а 7 победителей будут ждать удвоения пополнения Steam в 2 раза. Залетайте по моим ссылкам в описании и радуйте себя новыми играми. Небольшая битва тут сейчас будет с флотом немцев. Они, правда, отступают. Здесь американцы очень много кораблей потеряли. Я даже немножко, но я успел вступить в битву и выбить все-таки их кораблики. Отлично. Здесь тоже сейчас ловим их корабли. Нефть, конечно, страдает от этого, но это того стоит. Мы можем на это потратиться. Все-таки немецкий флот убрать, это хорошее дело. Ну а теперь все, хватит вам обратно на ударное соединение. Давайте отдыхайте. Просто нам это тоже небольшой вклад добавило. Видите, теперь 251 потоплен вражеских кораблей. За это тоже можно иметь свой плюс. Все, запустил стратегическую бомбардировку. Видите, уже 10 единиц набирается. Чисто так во Франции развлекаюсь. Сейчас постепенно еще и в другие регионы тоже ее отправлю, чтобы и там они также действовали. И у нас шел прирост того, чего нужно. Стратегическая бомбардировка почему-то опять... А почему она была 10, а теперь опять с нуля поднимается? Очень странное дело. Ну да ладно. Опять 20. А неужели она, как только мы отменяем это задание, убирается? Ну-ка, давайте проверим. Обратно, типа, на удар по логистике уберем. Здесь тоже на удар по логистике. И здесь тоже на удар по логистике. Ну-ка, теперь по статистике как? Не, осталось 24. Странно, тогда почему-то десяточка не считалось. Ну да ладно. Да, опять стратегическая бомбардировка почему-то упала до 45. Она была 60 с лишним. И это меня немного пугает. Неужели от того, что он починил те заводы, которые я сломал, мой вклад убирается? Если это так, то это максимально странно. И тогда какой смысл в стратегической бомбардировке, если все равно все очки уходят? Ну, пока это выглядит немного грустно. О, здрасте, здесь итальянский флот. Хухухухухухухухух. А вот это интересно, кстати. Предлагаю тогда на время переключиться сюда наши штурмовики и в поддержку по модоотводным целям удары. О, хорош. Сейчас мы с вами тут. Нормально так. Смотрите, сколько вражеских кораблей. В том числе даже японцы здесь уже действуют. Вот это вообще... Здрасте, вы че это? Обнаглели, по-моему. О, еще одна поимочка, еще одна поимочка. Ну-ка. О, смотрите, как хорошо. Правда, меня очень радуют японцы, которые здесь веселятся и мешаются нам. Эх, ну ладно. Здесь еще ловим. Ох. А мы сейчас их вообще без флота оставим такими этапами. Конечно, и сами немножко потеряем, я не спорю. Но то, что японцы действуют здесь, это, конечно, здрасте. Приятно, да, очень. Ну, хорошо, хорошо, все. Все, вражеский флот почти уничтожен. Мне, кстати, странно, что их не отводят, и союзники захватывают Сирию. О, здравствуй, свободная Франция, отлично. Я то боялся, что здесь Виши вступится, и все будет плохо, нет. Здесь Сирия вернулась под контроль. Ну, а мы здесь просто, смотри, продолжаем, продолжаем уничтожать. Ух, ух, ух. Им явно не очень так классно. Хотите юмора? 14 кораблей у немцев, у итальянцев еще соточка, да. Но они сюда особо не сражались. Все, ну, немецкого флота больше нет. Вклад уже в 1047 за корабли. И стратегическая бомбардировка теперь уже 39. Я не знаю, что с ней не так, но она только вниз идет. Все. Неужели о том, что бомбят другие страны? Может быть, моя бомбардировка не считается. Но, по-моему, это просто очки, и они должны все-таки учитываться. Очень странно. Ну, еще кораблики уничтожаем. У нас теперь, правда, ремонт своих пошел, но оно того стоит. Мы немножечко посражались. Правда, вот то, что к нам высаживаться хотят, это не лучшая идея. Но я думаю, у нас тут преимущество и так по флоту в 200 с лишним кораблей, в 60, в 70. Проблем нет. Ооо, наконец-то. Здесь, подожди, здесь японский корабль должен был быть уничтожен. Да. Тяжелый корабль японский. Хе-хе-хе. Кажется, они здесь потеряют все свое достоинство и все, что у них вообще есть. Наступление на Советский Союз, ну, оно идет уверенно. Советы без снабжения вот в этом вот участочке. Здесь их пробили буквально парочку дивизий. Здесь тоже какой-то ужас. Ну, кстати, немножко отбили хоть одно хорошее дело. Здесь уже до Могилева Минск прорвали. Здесь, кстати, парики пока стоят. Знаете, вот если бы не прорыв через Ленинград, было бы все идеально. Притом, смотрите, у немцев нет снаряги. У них нет снабжения. У них недостаток как раз поездов и всего этого. То есть они не доставляют снарягу. Они очень сильно страдают. Но все равно, несмотря на все это, Советы почему-то очень слабые. Я удивлен, почему сделали такими. Вроде до этого они как-то лучше себя показывали. А сейчас немцы их прямо это... Неплохо так прорвали, учитывая то, что здесь, между прочим, и небо зеленое. У Советов вся их авиация действует против, ну, совсем чуть-чуть количества немецкой. Потому что немцы все потеряли. Но все равно ситуация максимально странная и специфичная. Кстати, да. Поврежденные фабрики 11-12 уже. Не, ну, хоть какой-то прогресс в этом есть. Но, опять же, вклад. Просто вклад. 112. Вау. Если бы он до этого не уменьшался... О, видите? Было 112, уже 96. Вот я прям поймал кадр. Просто 20 очков срезало. А какой смысл тогда в стратегической бомбардировке, я не понимаю? Если вклад от нее все время уходит назад. Эх, Гонконг пал. Но тут ничего не поделаешь. Здесь высадка. Я не могу оборонять свои территории. Поэтому, да, здрасте. И, кстати, командного ресурса вообще нет. Я хотел опять Аташе Китая отослать. Я его временно забирал. Но моих ресурсов не хватает. А вот здесь вот, кстати, смотрите-ка. О, советы. Вот, смотрите, вот просто сейчас к Ленинграду прорваться. Здесь под Нарвой котел сделать. Но они этого не делают. Вот что это такое? Что с Ишкой не так? Объясните. А закрыть это, уничтожить? Элементарно. Ленинград сейчас вернуть? Элементарно. Но у них просто все свободно. А они стоят? Да. Ладно. Ну, советы что-то могут. Я рад. Хотя бы, что они не окончательно погибли, а даже идут к Ленинграду. Бедные немцы. Я в очередной раз поймал их флот, притом на их территории. И как бы 12 корабликов вновь. Несмотря на то, что они пытаются свой флот поднимать, у них ничего не выходит. Вклад по поводу авиации тоже растет. Уже 23 тысяча благодаря бомбардировщикам. 1800 благодаря кораблям. Ну, немножечко. Астратабомбардировка. Ну, 160. Я не знаю, что тут делать. О, кстати. У них был свободный заход здесь. Они были здесь. У них был Ленинград. Но они его не взяли. Советы. Да. Хотя бы вот до котла догадались. Но и то Нарву они еще не захватили. Я, честно говоря, не знаю, что Ишка творит. Здесь, кстати, ситуация приятная. Но ему тяжело будет здесь котел сделать. Но финнов он хотя бы двигает. Отдадим ему должное. Но опять же двигает. Знаете, вот. Ну, как вот это назвать движением? Потому что нет снабжения. Все. Дальше мы не идем. Хотя идеальный шанс пробиться бы и... Здесь еще и Ленинград закатлить, например. Ну, ладно. Я надеюсь, что они смогут. Японцы за это время. Ну, они тут в нашей колонии подъедаются. Теменьше поделать не могу. Я могу, конечно, сюда свой флот привезти. И тогда им будет сложно высаживаться. Но я очень сильно боюсь за основной континент. Мне нечем оборонять свои территории. Поэтому так рисковать пока не будем. И да, если вам интересно, откуда у меня тут прям такая хорошая разведочка в Германии. Ну, во-первых, шпионы. Ну, а во-вторых, это просто радарки пятого уровня. Вот, можете заценить. Пятый здесь, пятый здесь, пятый здесь. Мы все эти регионы идеально видим. Знаем, сколько войск. Мы так-то можем легко и высадиться. У нас очень хорошие бонусы. И о, все. Виши. Немцы уступают Венгрии. Теперь у нас дополнительный противник с флотом. Что может быть веселее этого? Жаль, что он к нам не ведет его. Ну, и Соединенное Крыльевство захватывает наши корабли. Да зачем бывшие итальянские корабли направляются в Швецию? Пусть Швеция немножечко укрепляется. Я даже и не против. Решил немножечко уже подействовать и флотом. Повыдавливать их конвои. А то тут они активно торговлю ведут. Да и себя снабжают. Пора бы и честь знать. А то чё это только они мои конвои топят. Мы тоже сейчас этим займемся. О, пошла жара. Я решил все-таки тут немножечко помешаться японцам. И еще и авиацию сюда свою разместил. Их, хе-хе-хе-хе. Кажется, кажется... А, вот здесь вот мы скорее всего можем даже проиграть. Здесь как-то слишком много вражеских кораблей. А, они отступили. Молодцы, красавцы. Ух. Мы здесь, да, веселимся как можем. Но, правда, не идеально. Мы просто убегаем от вражеского флота. Хотя немного его тревожим все-таки по организации по всему. О, финны. На мир. Все. Советы с севером наконец-то завершили. Хотя я бы на их месте добил до конца. Но они тут уже дошли, смотри, до Хельсинки. До Васса немножко. Здесь тоже территория прекрасная. Но все. Они уже и к Минску отбиваются. И Киев все-таки сохранили, вернули. Все. Теперь Советы пойдут в контратаку. Поздравим их. Немцы все хуже и хуже себя ощущают. Эту авиацию, кстати, приподнимают. Но у них уже 360 конвоев. 13 кораблей. Ну и, конечно же, ноль снабжения. Я не даю им пополняться. Они по полной страдают. Вот оно. Московское перемирие. Любопытное развитие событий в марте 43-го. Опа. Смотрите-ка. Мы здесь серьезно побеждаем. Сколько? Воу. Вот это красиво. Это не та. Там он дальше. Видите? 28 Тайфуна мы теряем. Но зато 26 эсминцев и 5 легких крейсеров. Серьезно? У нас тут благодаря авиации в основном такой удар идет, что да, мы теряем очень много самолетов. Я понимаю. Потому что они с плохой маневренностью. Но то, сколько мы убиваем кораблей вражеских. Да, но того явно стоит. А хотите юмор? 80 корабликов у японцев. О да, о да, о да. И в основном, кстати, они потеряны вот здесь. Вот увидите, какие здесь потери. Вот особенно по описанию. Здесь, здесь, здесь. Сколько кораблей они теряют. Просто в Малакском проливе мы сейчас всю гордость Японию уничтожили. И мы продолжаем это делать. Да. Кажется, стоило пораньше это тоже запустить в дело. Опс. А здесь что у нас? О, здесь высадка. Хорошо, что я все-таки не стал призывать Египет. Египет, потому что я боюсь, что они здесь не осилят. Здесь-то они прорвутся благодаря американцам, но вот дальше. Америка здесь как-то не торопится. Она просто на прибрежные территории защиту выставляет. А зачем вот здесь бороться? Она такая, ааа. Не, не важно. Ладно, давайте ради веселья уж Египет призовем. Может быть, они хоть тут сражаться начнут. Итало-американское. Все. Ну, веселитесь. Тут дивизии американцев есть. Тут есть дивизии их. Поэтому радуйтесь. Я вам дал возможность. А дальше уж как сами тут сможете. Самое приятное вот здесь. Вот это вот все добро бы закрыть. Вообще было бы классно. Японский флот. Все. Перестал существовать. 50 с небольшим кораблей. Мои. Вот эти вот. Сколько тут их? 70. Просто с небольшим. Под авиацией сотворили все, что только надо было. Они сейчас, конечно, немного ремонтируются. Я понимаю. Но все. Наши штурмовички сделали то, что надо. И до сих пор, кстати, продолжают с потерями, но уничтожать вражеские корабли. До свидания. Япония. А здесь моя авиация немножко помогает. Преимущество. Поддержку с воздуха дает. Врагу чуть-чуть срезает показатели. Я решил, что раз у нас тут есть аэродром, то почему бы им не воспользоваться. Мы им пользуемся. И давайте, кстати, удар по логистике еще. Но чтобы у них тут со снабжением тоже все было не очень-то классно. Советы же к июлю 43-го. Ну, неплохо. Смотри, здесь уже пробились. Скоро на территорию Румынии и Одессы им бы вернуть. Здесь уже Минск могут сейчас вернуть. Ну, если они, да, наконец-таки заходят. Нет, не успели. Здесь Прибалтику постепенно освобождают. Хотя не сказал бы, что сильно. Все равно тяжело пока с немцами им сражаться. Но небо зеленое. Здесь вообще без вопросов. У них почему-то только снабжения очень мало. А мне вот вопрос, почему. А, ну, смешно. Июль 43-го. Советы, которые, ну, по большей части, ничего особого, промышленные прям регионы не потеряли. У них промка вообще же из 300 всего заводов и того. Это очень мало. Ты примерно 300-350 делаешь к 41-му году за советов. А здесь 43-й год, у него еще два года дополнительных. Да, он, конечно, потерял часть промки, но все равно очень странное дело. Вот, видимо, из-за такого развития советы и с недостатком снабжения живут. О, да, не, а запрос на покупку старых кораблей делает? Ну, давай. Я что, против, что ли? Отдадим им немножечко... Ой, Индия, кстати, марионеткой становится. Мы так постепенно сможем их присоединить к себе. Я просто по фокусам вышел уже. Очень приятный фокус имперской конференции. Но я думаю, это не стоит делать сейчас, когда мы еще в противостоянии. Когда нам войска наших союзников очень сильно нужны. Ну, а здесь я не знаю, что с ними не так. Учитывая, что у них очень много бонусов, могли бы как бы и разобраться. Но не могут. Ладно, предлагаю тогда увезти свой флот. Дать ему сейчас отремонтироваться. И, наверное, попытаться тогда вот здесь вот врага попридерживать. Чтоб у них тут не было снабжения. Может, это как вариант спасет нас. Ура, наконец-таки гордость немецкого флота. Это дредноут минус. Ух! Немцы, как вам? Один крейсер, 14 подлодок. Мне кажется, великий флот, который посревнуется с нашим однозначно. Ну, а по вкладу, по авиации у нас, конечно же, все растет. Уже 28 тысяч. Бомбардировка до 300 дошла. 3600 от вражеских кораблей. Но если общие учитывать, то это не так уж и много. Мы маленький вклад внесли. 8%, кстати, здесь смотри. 2000 это у нас чисто с японцами. А неплохо. 8% вклад. Даже больше, чем у американцев. С японцами. Чисто просто так кораблики потопил. Я удивлен, что американцы пассивные. То есть сентябрь 43-го, серьезно. Уже у них раскачка неплохая. Но они наотдавали свои острова. Сидят, что-то как-то даже высадок не делают. Я удивлен. О, все. Смотрите, момент. Одна подводная лодка, чтобы сбежать потом в Аргентину. Ну и легкий крейсер для отвода глаз. Все. Все, что осталось у немцев. Хех. Здесь еще огромный флот. Ну, а у испанцев тоже еще есть чего-то. У Виши тоже что-то есть. Ну, кстати, уже не так много. У японцев вообще 20 корабликов. Та-дам. Мы опять их в очередной раз здесь подбили. И, кстати, чисто авиацией. Да, мы 200 штурмовиков потеряли. Но три авианосца. А, ну ладно. Да, передерыванные корпуса здесь. Это вообще юмор. Притом, опять же, великий корабль, которому они хвалились, повержен. Привел свой флот. И начинаю здесь топить конвои. Не давая им снабжения авиации. Также продолжаю действовать. Ну, все. Видишь, у них уже недостаток снабжения пошел. Отлично. То, чего я хотел. Может быть, итальянец, конечно, и выйдет сейчас на бой с нами. Но это не лучшая идея. Я готов сразу же авиацию туда отправить на поддержку. Ему явно будет больно. О, кстати. Мы же можем сюда еще штурмовичков добавить. Давайте. Теперь уж надеюсь, что мои союзнички здесь смогут контратаковать дивизии, которые с красным снабжением просто. Но здесь, вы видите, эти максимальные дебафы из-за ширины, из-за превосходства, из-за нехватки припасов. Здесь просто идеальный расклад, чтобы вот это все сейчас сделать. В котлы выводить. Ну да, все. Контакты есть. Конвои все топятся. Здесь тоже, вон, корабли продолжаем уничтожать. Но это остатки... Да, все. 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 Немцам некуда сбежать. Вот будете говорить, что Гитлер под конец сбежал в Аргентину? Не, не сбежит. У него ноль кораблей. Ноль. Просто в нули на его убил. Также снабжения нет. Конвои всего 200. Авиация, правда, еще есть 700, но это вообще смех. Он продолжает тут что-то действовать, но я не понимаю, зачем. Учитывая, что он тут теряет раз за разом свою авиацию. Просто, ну, по 20 самолетов почти каждый день. Ужас. Красавцы. Они неплохо так отбивают территории. Правда, вот это вот рискованно, но они делают то, что надо. Я им помогаю на воде, помогаю в воздухе. Ну, при том, реально очень хорошо помогаю. Поэтому живем. Им останется просто вот это все захлопнуть, а они даже выплыть отсюда не смогут. Айпон сезай... Ох. А, не. Кстати, подожди. Это не из-за вторжения. Это из-за того, что Сям призвали. Но здесь, к сожалению, ничего поделать не могу. Максимум могу сделать вот так вот. И сделать на поддержку с воздуха. А у нас с вами... Это что такое? Это у нас от авианоста. А что они тут делают? Хороший вопрос. До свидания. Давай, преимущество хотя бы такое сделаем, чтобы в дивизиях поддержку делать. Ну и вообще, сюда бы еще авиация нужна. Можем сюда и авиацию себе позволить? Давай. Истребители. Шесть сотен можем себе сюда дать. Во, хорош. Тоже, посражаемся тут немножечко. Поможем как раз нашему вассалу немножко задержаться. И было бы неплохо, если бы сюда на поддержку, конечно, пришли американцы. Но, хех. Да, да. Конечно же, конечно же. Надейся на них. О, Турция в союзнике. Хех. И сразу же как... Да. Как свою еще сторону призвали. Не, ну это хорошее дело. Мы сейчас можем тут авиацию разместить. Я так-то доволен. Давайте сразу. Куча истребителей, куча штурмовиков. Это наш все. Тысячу вас. Четыреста штурмовичков сейчас еще добавим. Еще, конечно же, бомбардировщиков тактических. Ну, чтобы прямо это по полной оказать им сейчас поддержку. Посмотрим, что на это сможет ответить ось, которая уже и так страдает. А мы тут еще, 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 еще добавляем. Вот им явно тут будет весело. О, смотри, пытаются теперь пробить, но здесь поддержка с воздуха 30. У них, наоборот, дебаф 32%. Нормально, нормально. Вот еще бы они Галлиполи укрепили. Ну вот, как бы вот ваши дивизии. Кто мешает поставить сюда? Во, красавцы. Все. Одобряю. Все хорошо. Мы держим преимущество. Никаких шансов не оставляем. Бомбим вовсю. Чтобы им здесь грустно не казалось. Ну и да, оборону мы помогли им сдержать. Красиво. Ось со всех сторон теперь зажимается. Советы. Ну, советы пока к февралю 44-го переломного момента не добились. Грустно, конечно, но как есть. Зато вот британская малая, смотри, с помощью нашей поддержки вполне себе уверенно держится. Давай-ка вот так вот сделаем. Во, нормально. Стоит, стоит, смотри-ка. Да, реально. Поддержка дает бонусы. И японцы с ямом, ну, могут прорвать, но не так качественно. Хотя уже скоро Китай пойдет и там будет веселее. Ура! Они прикрыли здесь всю армию, которая была. Ну-ка, сколько там? 12 миллионов потерь у оси. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. 7 миллионов в битве с советами. Мне интересно, сколько советы потеряли? 5,8. У-у-у-у. Я-я-я не знаю, как они такие потери умудряются нести. Здесь миллионы. Здесь просто миллионами уничтожаются. Да уж. Ну, ладно. 3 миллиона у нашего альянса, кстати, есть. Американцы миллион потеряли. Ладно, Америка. Я, допустим, поверю тебе в том, что ты так много потерь понес. Где-то. Ну, а по основной линии мы здесь держимся, здесь держимся. Здесь единственное, мне, конечно, прикольнуло то, как они прорвались. Ну, вообще, знаете, прям весело смотрится. Давай сюда на поддержку. Может быть, благодаря этому они хоть как-то здесь одумаются. Нет? Ну, может быть, в атаку пойдут. Ну, потому что они это могут легко вывить. Ну, они стоят такие, типа, не-не-не. Неинтересно. Поддерживаем их здесь. Здесь тоже поддержка наша идет. Жалко, что, конечно, авиации, они здесь не сражаются особо-то. Ну, так чуть-чуть. И мы в основном просто веселимся тем, что без вклада оказываем поддержку. Ну, да, потому что за урон на земном сражении это не считается. Несмотря на то, что наши штурмовики здесь помогают. В битвах поддерживают. Но за это вклад не идет. Это грустно. Давайте немножко повеселимся здесь тоже. Я предлагаю конвои в Ливию прикрыть. Конечно, это сильно не скажется, учитывая то, что у них здесь через Виши тоже идет снабжение. Но у них вроде как здесь, да, у них здесь нет железных дорог, они не настроили. Тем самым они сейчас будут страдать от недостатка снабжения. Надеюсь, что туда в атаку наши войска пойдут союзные. Ну и будет все хорошо. Если вы меня спросите, в чем логика вот этой высадки от Австралии, я не знаю. Но попытка была красивой. А тут да. Как я и предполагал, они все-таки пошли в атаку, потому что недостатки снабжения большие. И все. Идем, идем вперед. А я, кстати, взял самолетик. Наконец-таки новый. Сейчас еще и средний улучшенный возьмем. Чтоб наша авиация заиграла по-новому. Эх, как бы это ни было грустно, но Сингапур будет потерян. А моя авиация отсюда вообще куда-то вот сюда улетела. Все. Просто ноль. Держатся тут на добрым слове. Предложение Петры. Смотри-ка, Турция хочет получить Иорданию, Палестину. Тех. Османы рухнули не просто так. Вы че это думаете, мы отдадим вам землю? Нет. Мне больше, правда, радует, сколько здесь войск. Посмотрите просто. Просто 40 дивизий почти в каждой провке. Жесть. Да. Ну а советы к концу 44-го года. Я бы сказал, очень себя плохо вообще. Учите, что они достаточно неплохо оборонялись. И вроде бы сейчас они могут контратаковать, имея преимущество в воздухе. Но они не могут. А прикиньте, если бы немцы не были ослаблены. У них не было бы дебафов на снабжение. Что бы тогда вообще было с советами? Они вообще бы разнеслись и не заметились. Но это очень странно. Что советы просто... Мягко скажем, смех какой-то, который ничего не может. Воу, смотрите-ка, мой флот уничтожил. Теперь городец ВМФ Франции здесь. Тих. А мне можно спросить, что это за кораблики-то такие элитные? Здесь в основном подлодки и просто вот легкие крейсера 36-го года. Все вот, которые я произвожу со старта. Вот эти вот. И они рубят вражеский флот вообще не замечаю. Не, ну а мне это нравится. Не нравится мне вот это. Что, ну, имея банальнейшее преимущество, американцы вообще не торопятся идти в атаку. Здесь тоже ведут себя очень странно. И о, датчане наконец-таки восстали против немцев. Да, они в союзники вступают. Давай. Ну, как мы и обещали. Правда, надолго их здесь не хватит. Потому что войск почти нет. Хотя, не знаю. Если они сейчас постараются, то они смогут реально выбить немцев. А возвращение Фарреры? Ну, да, мы обещали, поэтому вернем. Я не буду уж жестить. Я за мир и за демократию. Ну, давайте. Посмотрим, что из этого выйдет. Не смогли выбить. А, не смогли. Вау. Знаете, самое время сейчас сюда наш флот приводить и действовать им тут. Рискованно, конечно. Ну, давайте. Предлагаю нашим корабликам поставить еще этот регион и поставить патрулирование. Кстати, вам бы тоже патрулирование. Ну-ка, что из этого выйдет? А неплохо. А неплохо. Вражеские агенты на нашу сторону. Будем теперь ловить здесь конвоя. Хотя, наверное, да, может быть, стоило реально ловить конвоя начать. Ну-ка, охота на конвой. Вот так вот. Во, хорош. Еще, наверное, вот этот регион бы прикрыть. Для красоты. Но я боюсь, что сюда высадка может быть. Хотя у нас вроде как американцев немало на контроле. Но здесь вражеский флот есть. И мало ли что, не хочется рисковать. Все, действуем. Датчане вроде как здесь пока тоже стоят. Хорошо. На нашей стране восстали против немцев. Красавцы. У нас тут есть оплот. Ну и немцы, ух. Мне кажется, да. Все оставшиеся конвои сейчас здесь потеряют. Февраль 45-го. Что, простите? Падение Владивостока. А! Советы сражаются теперь еще и с японцами. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Учили в марте 45-го. Знаете, что я предлагаю? Вот не знаю. Это, может быть, не совсем уже будет к челленджу. Хотя, может быть, и к нему мне писали, что это подходит. Как вам идея насчет того, что я все-таки начну использовать ВДВшников? Я их как раз вот исследую до конца. И как раз ВДВшники, которые вроде бы как относятся к авиации, мы будем ими использоваться, играться и нести победу. Потому что я уже не верю в наших союзников. Я и в советов уже не верю. Потому что я не знаю. Март 45-го. Но здесь смех. Здесь смех. Здесь они только стоят. Здесь тоже советы до сих пор свои территории не вернули. Да, у немцев все очень плохо. У них и конвоев сейчас нет. У них и рекуртов нет. У них и поездов в запасе нет. Но, несмотря на все эти проблемы, они держатся. Поэтому я предлагаю вам такую идею, что я буду использовать тогда ВДВшников. У нас как раз сейчас на них скидка. Я могу себе бахнуть. Как раз благодаря опыту авиации. Очень много улучшений. Я не знаю, правда, какие лучше. Но мы можем прокачаться. Получить элитных десантников. И ими пойти как раз рубить немцев. Предлагаю просто такой вариант. Потому что чисто авиацией. Да, я вклад вношу. У меня неплохой вклад. 40 тысяч почти от самолетов. 5 тысяч от кораблей. Немножко стратегическая мабардировка дает. То есть, да, по миру я получу. Но когда этот мир будет, я не знаю, уже 45-й год. И, наверное, стоит уже действовать самим. У нас есть полтора миллиона солдат. Это плюсом еще, что я могу призы все приподнять. Кстати, у нас ВВС 355 тысяч. Во флоте 190 всего. Но даже с такими раскладами мы побеждаем. Как бы душим всех. Единственное, что меня радует, это вот здесь вот. Штаты, мои союзники. Более-менее здесь японцев уничтожают. Ну, хотя бы за этого. Спасибо. А здесь Индия наконец-таки вступилась в эту битву. И они тут тоже развлекаются вовсю. Китай, кстати, скоро может пасть. Ох, весело-весело. Я, если что, застраиваю своих вассалов. У меня Индия застроена на максимум. Правда, часть ресурсов она нам отдает. Но все равно у нее остается немало. Теперь я сейчас Канаду застраиваю. Правда, у нее людских ресурсов нет. Но зато промка будет. И они будут ближе к нам. Просто сейчас постепенно подведу все страны так, чтобы их мы могли присоединить. Не знаю зачем. Просто чтобы было. А так, данная часть подходит к концу. Прикольно, конечно, играть одной авиацией. Да еще и флотикам немножко помогать. Ишка, ничего против этого не может. Но вот отсутствие именно обычной даже пехоты просто делает то, что сам по себе ишка не двигается. Американцы. И одной высадки до сих пор нормальной. Ни в Италию, ни сюда к немцам. Хотя войска есть. Преимущество по воде, по воздуху. Так, пожалуйста. Тут просто без всяких вопросов. Но не хотят. Поэтому жду от вас ответов. Будет ли вам вариант с тем, что я использую ВДВшников здесь нормальным. Если да, то я тогда так и сделаю. А на этом все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч в новых видео. Надолго с вами не прощаюсь. Продолжение следует.